В период пандемии на федеральном и региональном уровнях были упрощены процедуры получения льгот и пособий. В числе таких решений автоматическое продление социальных выплат и пособий без подачи заявлений и личного посещения госучреждений. Автоматическое продление коснулось ежемесячного пособия на ребенка по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей, если срок выплаты истекал до 1 марта. Все это на 6 месяцев. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка продлевается на следующие 12 месяцев. Например, если ежемесячная денежная выплата в отношении третьего ребенка была назначена в феврале 2020 года на полгода, то в августе она продлевалась автоматически на следующие 6 месяцев по январь включительно. И, следовательно, уже в феврале выплата эта была продлена автоматически на следующие 6 месяцев по июль 2021 года. Автоматическое продление коснулось и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если срок ранее назначенной субсидии стекает в период до 1 апреля 2021 года, то она будет переназначена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке. Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает в период до 1 марта 2021 года, то этот статус уже будет автоматически продлен на следующий 6-месячный период. Соответственно, если граждане являются получателями тех или иных льгот в образовательных организациях, то эти льготы должны также продлеваться на следующий 6-месячный срок без истребования справок о малоимущности семьи. За справкой о признании семьи малоимущей можно обратиться в МФЦ. Ульяна Пятакова, Сергей Копеев, Республика.